Они не оставляли продолжать тренироваться, поэтому мы верили в наше государство, в наше правительство, Олимпийский комитет, Минспорт. Поэтому мы были уверены, что они сделают все, что от них возможно, чтобы наша страна участвовала. Поэтому понятно, что вся страна была на изжоге, что вот-вот сейчас будет информация. О том, что БАК не будет говорить, что это будет на сайте. Понятно, что волновались, но самое главное, что пришлось все хорошо и мы спокойно едем туда. Александр Борисович, какими анекдотами поддерживали настроение? Да, разными анекдотами. Сейчас анекдоты, правда, не лезут в голову. Я думаю, что туда приедем, придумаем что-нибудь. Сейчас будем лететь, придумаем какой-нибудь анекдот. Спортивная злость у спортсменов появилась? Ну, она у них должна быть, поэтому я считаю, что внутри ринга мы готовы убить друг друга, но вне ринга мы отдадим жизнь друг к другу. Вот хотел бы, чтобы этими качествами они использовали все-таки. В ринге должен быть один чемпион. Как бы два друга не дружили, то один должен быть чемпион. Поэтому все все прекрасно понимали. Это на внутреннем отборе, а вам вне? И роль не играет, что во внутреннем, что в огне. Какая разница в кого очистить морду? Своему или чему? Знаете, есть выражение, бей своих, чтобы в чужие боялись. Поэтому для нас роль не играет. Для нас он в первую очередь соперник. В какой страны, или, как бы, в России, или внутренней, или в другой страны, мы должны выходить и поддержать. Александр Борисович, а если вы вспомните вашу самую олимпиаду, когда было легче готовиться к Сиднею или готовить сейчас команду в такой смартфон? Эти вопросы мне уже много задают. Конечно, лучше готовиться самому. Конечно, ты отвечаешь на себя. Здесь уже отвечает за команд. Здесь более эмоционально, и, как бы, нервоз долбит, конец. Ну, что делать, ничего страшного. Но в Сиднее же была более доброжелательная обстановка. Я скажу, что в Сиднее я прошел три олимпиады сам, как участник. Плюс я прошел даже эту афинскую, пекинскую, англию, лондонскую. Но то, что было в 2000 году, это была незабываемая, как бы, незабываемая олимпиада, где мы дружили, помогали друг другу. Но чтобы, я говорю, до двух, до трех ночи ждали ходоков, когда они приедут в соревнованиях, чтобы их поздравить. А уже в 7 утра у нас едут взвешенные. Поэтому была очень такая теплая дружеская обстановка. Хотелось бы, чтобы, пока я этого не видел, вот, если брать сочетание той олимпиады и все остальные, конечно, та была более теплая. Ну, мы постараемся сделать, чтобы из этой, чтобы, как бы, нас мало, но мы в тельняшках. Мы сейчас должны из-за себя, из-за тех ребят, которые не поедут, как бы, отстаивать честь и достоинство нашей страны. А как вы это постараетесь сделать? Ну, посмотрим, это в процессе, туда приедем, там решим. Кого-то погладить, кому-то позатыльник дать там. Как вам олимпийская парадка? Как олимпийская парадка? Что можно о ней сказать вообще? Ну, хорошая вот, ребята, видите, как стоят тоже. Нет, ну, это... В принципе, иностранцы уже позвонили, иностранцам очень нравится наша форма. И где бы мы ни были, все, конечно, хотят, чтобы нам, как бы, там, продать ее, там, подарить, там. Ну, если бы брать за меня, я не продаю, не, как бы, не дарю. Это все-таки, как бы, память. Поэтому, ну, останется, если дети будут, взрослые, тогда отдадим. Александр Борисович, а как последние дни? Вам приходилось общаться с сурбежными соперниками? Как воспринимали? Не, ну, мне звонили и казахи, и узбеки, и армяне, и там, другие страны, что как поедете, не поедете. Я говорю, что, вы любите, что мы не поедем, вы как бы проскочили. Ну, нет, ну, переживали, конечно, но, слава богу, что все закончилось, поэтому многие позвонили, сказали, что так, сквозь зубы. Ну, ладно, бред, уже, наверное, встретимся. А со стороны Айба не было никаких домаршек? Да нет, все нормально. Мы, как бы, как президент Олимпийского комитета в Томас Барк отдал на отпуск федерации. Наша федерация, как бы, айбовская, мировая. Все, у нас, блин, мы чистые, у нас добиться, все нормально. Мы за январь месяц до сегодняшнего дня, мы прошли практически все международные турниры, нас везде брали и на сборы приезжали, поэтому мы чистые. Мне бы, все-таки, хотелось вернуться к вопросу с мотивацией, как вы держали команду. Вот в последний месяц тогда все это было на особом пираже. Ну, все все знают, все прекрасно понимают, какая ответственность стоит. Тем более, не надо, я ребятам говорил, что не надо надеяться на следующую Олимпиаду, поэтому получишь следующую Олимпиаду или нет, руку сломаешь, ногу и еще чем. Поэтому любой шанс они должны использовать. А с другой стороны, как можно тренироваться, когда неизвестно, для чего ты не рвешься? Ну, все равно, как бы, знаете, как, все равно есть следующий год, есть следующие цели, есть следующие соревнования, поэтому надо готовиться. Если бы мы даже сейчас не поехали, мы бы подготовку не остановили. У нас в ноябре этого года у нас чемпионат России в Оренбурге, все по-функтам. Знаете, как Олимпиада закончена, начинается цикл уже подготовки к следующей. Какая для вас эта олимпиада? Ну, в плане, так, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмая. Три как участник, четыре как тренер, да? Нет, получается, нет, раз, два, три, да, раз, два, три, уже четвертая будет, как тренер, да. Три как участник. А самое трудное? Что? Олимпиада. Ну, самое трудное, но они все трудные, не знаю даже. Ну, как тренеру? Самое, не, самое как трудное, ну, посмотрим, я был на одной как тренер, как главный тренер. На других я был как смотритель, ну, как бы, я смотрел, но тренер, да. Я смотрел, конечно, пекинские олимпиады, да. А так они все, как бы, тяжелые, нельзя как бы. Если брать, например, самый памятный олимпийский олимпиад, для меня все-таки это от Барселона. Хотя я там проиграл во втором бою, но... Может быть, первая Олимпиада. Вот это все, конечно, антураж здесь, общение. Жили мы прямо на берегу моря. Ну, как бы, все-таки она осталась в памяти. Плюс осталось в памяти, как открытие было Олимпиады. Представляешь, сколько этому олимпийскому чемпиону, у них там рекордсмен, лучник. И сколько он тренировался, чтобы со 150 метров ночью поджечь факел стрелы и точно попасть в чашу. Но это дорого стоит. Я думаю, что там нервоз. Если бы он не попал, его прям там бы расстреляли. Потому что везде стояли снайпера. Поэтому кто бы только проволокнулся, его бы сразу. Говорят, что в Рионе очень хорошие условия жизни, но хорошая жракла. Ну, знаете как, я буду говорить за своих спортсменов. Все-таки мы спартанцы. Нам какая-то, койка есть, шконка есть, мы упали и все. Я считаю, что мы их очень залезали. Понимаете, уже, знаете, есть туалетную бумагу, когда говорят, можно мне вот это с перышком, она более мягкая. Поэтому я считаю, что они должны быть мужиками. И знаете как, где бы ты ни был, ты должен искать вообще положительный момент. Телевизора нету, ничего страшного. Шконка есть, умывальник есть, души. Все, этого достаточно. Поэтому я считаю, что ты сперва, как гладиаторы были, ты сперва выиграй соревнования, а потом тебе дадут прекрасную женщину. Поэтому здесь ты сперва выиграй соревнования, а потом тебе государство все даст. Вот ты сперва отдай то, что ты должен отдать государству. А государство теперь даст. Но не надо думать, что сперва пускай мне дадут, а потом я сделаю. Нет, сперва сделай что-то, а потом тебе уже все дадут. Вес ребята нормально держат? Ну, у нас есть два веса, где, два-три веса, где ребята, так, тяжело им, конечно, поддерживают. Знаешь, есть выражение, говорит, сколько гоняешь? Говорит, ну, 9 гоняю, один придерживаю, то есть десятка. Кто-то там 14 килограмм. Ну, были. Ну, сейчас таких нету, но есть, которые гоняют по 8-10 килограмм. Есть у нас. Ну, я думаю, что все будет нормально. Тем более у нас мы боксируем сейчас, чуть изменили правила. Не правила, а регламент. Вот это у нас, например, ты можешь боксировать как бы не то, что просто ты взвесился и ждешься там 5 дней до одного боя. Нет, сейчас будут идти частями, с первого одни весовые категории, потом другие. Поэтому я думаю, что будет нормально. Взвесился, вышел на римф? Да, да, взвесился, да. Уже общего взвешивания не будет, что ты как бы взвесился и ждешь 5 дней до следующего боя. Это же надо держать, поэтому я думаю, нормально. Сколько времени на климатизацию? Ну, мы неделя, я считаю, что этого достаточно, если ты готов. Если ты не готов, то хоть 20 дней находись там, хоть месяц. То есть в Олимпийскую деревню езжаете сразу после прилета, да? Мы сразу заезжаем, да, практически мы ее вот покидать не будем. Трехратный Олимпийский чемпион, по гонболу, наш братаник. Лавров? Да, здорово, братан.